Всем труба, ботаника ранним утром стала глубоководной из-за коммунальной аварии. Потоки устремились в самую низинную часть улицы Кристинского, так что на проезжей части образовалось ледяное озеро в метр глубиной. Десятки автовладельцев приплыли. Одни авто ушли на дно, другие не смогли преодолеть огромную лужу и выбраться в центр города. Кто теперь возместит ущерб, выясняла Мария Новикова. Заедем там нормально, там льда внизу нет. Мы в Ковчегле. Этот потоп на ботанике местные называют библейским. Вот только большая вода и беда пришли не с небес, а из-под земли. За что им такое наказание, люди не знают. В считанные минуты на Кристинского образовалось целое озеро. Автомобилисты спасаются вплавь. Ну что, едет потихонечку, по краю только. О, пошел под капот. Впрочем, около десятка автомобилистов приплыли. Машины, припаркованные вдоль дороги, ушли под воду. Спасти их не удалось. Авария произошла, когда хозяева спали. Вероника уже битый час, ходит вдоль берега и не может подобраться к своей легковушке. Когда я увидела, это было очень... О, такое у меня было лицо. Ой-ой-ой, что же делать? Ну, конечно, первое было, я хочу туда добраться. Ну, а как? У меня сапогов нету, ничего. Как туда добираться? Даже как бы из страховки, которые выплачивают, то нету. Не знаю, кому предъявлять объявление. В водном плену оказалась и маршрутка. По словам водителя, он понадеялся на высокую подвеску, однако смог проехать лишь несколько метров, после чего застрял. Вытащить его не смогли даже трактором. Невыездными оказались и водители, которые хранят автомобили в гаражах на той стороне новообразовавшегося озера. Им придется ждать, пока сойдет вода. А жители нескольких домов по соседству, наоборот, жалуются на засуху. Утром мы ребенка проводили в 7 часов школу, полвосьмого. А уже вот во сколько, сейчас скажу, где-то часов полдесятого, все, у нас уже водой жилы не было. Никаких объявлений абсолютно нет, поэтому мы думали, что опять кто-то ремонт делает у нас. Обычно это бывает. В водоканале объясняют, наводнение случилось из-за прорыва трубы диаметром 30 сантиметров. Пока искали дыру, много воды утекло. Ведь беды ничто не предвещало, говорят ремонтники. Водовод относительно новый. Возможно, ЧП случилось из-за заводского брака. И 89-й год, это, соответственно, конец советского периода, выпуск трубы. То есть качество уже, так скажем, не со знаком качества. Поэтому возможно, что что-то в самой трубе. То есть либо раковина где-то просмотрена, либо трещина была. Поэтому коммунальщики пока умывают руки. Но полностью вины с себя не снимают. Ждут заявлений на возмещение ущерба от пострадавших. Юристы же советуют автовладельцам не сушить весла, а сразу же вызывать сотрудников полиции. Фиксировать ДТП. И эксперта. Эксперт рассчитывает размер ущерба. Далее, в судебном порядке при взыскании может возникнуть вопрос и о виновнике этой аварии. То есть с кого взыскивать. Сейчас на Кристинского продолжают разгребать последствия аварии. Скорее всего, улицу ненадолго перекроют, чтобы заменить участок поврежденной трубы. Мария Новикова, Валерия Алферова, Владимир Середа. Новости 41-го канала.